всем доброе утро у нас добрый день время пол второго дня мы находимся в терминале 1 д международного аэропорта ганди тот что в деле прошли мы уже регистрацию вот индиго наш авиаперевозчик летим на гуа прилетели рано за два часа до вылета но на всякий случай значит при регистрации попросили предъявить карту по которой оплачивалась билет соответственно удачник что я ее собственно я владелец этой карты взяла с собой и и в принципе быстренько на зарегистрировали отдельно стоило 600 рублей по 300 рублей за место выбор места при покупке билета в принципе мы сразу это дело сделали с андрюхой вот и заплатила я еще 500 рублей flexible date это неограниченное количество замен времени вылета и так далее стоит это 500 рублей на два билета я тоже это оплатила на всех случаях бы я захотела остановиться здесь подольше ну и всевозможные всевозможные эксцессы летим мы в гуа такси нам обошлось в 250 местный 250 местных рублей ну собственно здесь 50 рублей можно сказать вызывали мы обертакси самое удобное здесь такси очень четко работает от меня по крайней мере ездил только два раза приехали они сразу четко в назначенное время все нормально и так прошли мы контроль багажа я думаю что после этого контроля можно спокойно запускать хоть кремль хоть куда проверяли нас минут тридцать точно вытащили все что могли вытащить ложки и вилки палочки для еды китайские у нас же железные все вытащили все проверили все проводочки все 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 вытащили минут тридцать нас манали такой уже таким же шмоном раньше я подвергалась только в израиле это когда не понравилось чем-то поможенником они меня долго шмонали но благополучно мы прошли эту процедуру все очень вежливо доступно и мы уже внутри аэропорта вперед впервые вижу посадку двух с двух сторон встречные потоки естественно неплохой такой самолетик надо сказать смотрите достаточно все комфортабельно много свободного места впереди подножечка хотя не знаю подножка это или нет смотрите смотрите как здорово я вижу мышь этих пилотов они прям в кабине интересно можно будет во время полета глянуть или они сейчас закроют заблокируют дверь не пойму блокируется ведь дверь наверно блокируется обалдеть слушать как здорово а 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 Продолжение следует... Всем привет уже с пляжа Морджима, или не Морджима, или о Рамболе. Не знаю, где мы находимся сейчас, еще пока плохо ориентируюсь. И хотела рассказать о наших приключениях с того момента, как мы сняли такси. Итак, прилетели мы на Гуа часов 7 вечера, и очень удачно прямо в самолете нашли попутчика для расширинга такси, ну, чтобы поделить такси. В группах я искала таксиста, точнее, я пыталась узнать, сколько это стоит. Сразу мне вышли предложения в 2,5 тысячи. Нормальная цена от аэропорта до Рамболе полторы тысячи. Полторы тысячи четыреста. То есть это все такси, которые вы можете, собственно, разделить еще там на двоих, предположим. Мы разделили такси на троих. Как у нас получилось? Мы вышли из аэропорта с молодым человеком, с которым я собиралась разделить такси. Он как раз летел вместе с нами из Дели. И нашли парня, который за тысячи триста согласился нас довезти, но при этом еще посадить еще одного человека. То есть подобрать по пути еще одного человека, непроблема. Вот. Тот человек тоже сколько-то там заплатил. Но, в принципе, если вас вчетверо, вы занимаете все такси, то найти такси на тысячи триста, тысячи четыреста и тысячи пятьсот вполне свободно. Тысяча триста посложнее, а вот тысячи пятьсот это прям вот красная цена. Долго достаточно ехали, потому что в разные места. Чем плохо подбирать человека, тем, что его везут куда-то там. И, соответственно, вы тратите время. Так же, как и в турах на автобусе. Вас могут возить долго-долго по отелям, расселяя кого-то еще. И, в конце концов, только привезти вас. У нас это заняло часа два. Мы ехали два с половиной где-то так. Соответственно, было три точки. Трафик тут ужасный, поэтому ехали мы очень долго. Ну, немножко меня в кадр. Надеюсь, вам слышно, потому что немножко ветрено здесь, прохладно. У нас сейчас четыре часа дня. Мы сидим в кафешке. Ну, ладно. Значит, что у нас по поводу съема квартиры? Я попозже покажу домик, который мы сняли, этаж. Верхний этаж с двумя спальнями, с большим полом, в котором находится дополнительное место для сна. И очень много балконов. Балконы круговые, вокруг дома. То есть там порядка трех балконов, на которых тоже очень приятно проводить время. И их можно использовать как дополнительное место для сна. Вышло нам это дело все в 22 тысячи рупий. Соответственно, на двоих. Интернета нет. Есть стиралка, есть горячая вода, в том числе и на кухне. В принципе, в районе, который не туристический, я купила папайю по 40 рупий за килограмм. В Дели за такую цену приходилось торговаться. В Дели я брала 50 рупий за килограмм. Вот сейчас я купила папайю 40 рупий. И это нормальный прайс, это не без торговли. Еще немножко пляжа. Значит, что у нас по поводу съема денег? Так, снимать деньги лучше в банке Банков Индия. Я забыла, как он, как-то бой, вот это Банков Индия. Есть два типа банкоматов. Значит, в первый банкомат вообще какой-то странненький был, там рядом с нами. Снятие наличных происходит следующим образом. Вы запихиваете карточку и сразу же ее вынимаете. Он вам говорит, снимать наличные без карточки. Вы нажимаете ОК. И тогда идет уже там пин-код, проливали. Если вы оставляете карточку внутри банкомата, то он подвисает. То есть вы ее запихнули, вытащили. Он написал снятие наличных без карточки. ОК, и все. И как бы процесс пошел. Выдается по 10 тысяч рупий за раз. И Индус пытался мне сказать, что, в принципе, раз в день. Но мы на удачу проехали в другой банкомат, который уже работает по нормальной классической схеме. Запихнули карточку, пин-код, все дела. Потом только вынули. И он мне еще выдал 10 тысяч. Без Стинькова я сняла, без комиссии. Ну, мне надо. Я сняла байк за 6 тысяч. 6200. И квартира 11 тысяч рупий. Вот мне пришлось снять практически все деньги. Но тут кушать дешево. Вон я попаюсь, ела с утра. И до сих пор мы сыты. Я, может быть, сниму видео с этим чудо-банкоматом. Вот ребенок у меня вон купается с доской. Мы отдыхаем в кафе. Я не помню, как это кафе называется. Ну, называется оно People. Но как-то эти местечки называются. Где можно, взяв какой-то там сок, я не знаю, кофе. Короче, сидеть тут бесконечно долго. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, прилично взять еще раз кофе или сок. И детям нашим дали доску. Такую маленькую доску для серфинга. Вот у меня там ребенок пытается что-то с ней делать. В этих кафешечках, что интересно еще. Значит, в этих кафешечках бесплатный интернет. Если вы что-то покупаете, то вы можете пользоваться, во-первых, лежачками на пляже, интернетом. Ну, в принципе, я не знаю, честно говоря, насколько он хорош. Вроде он держит. На WhatsApp он плохо держит звонки. Мессенджер вроде неплохо. У нас две карточки RTL. RTL у меня здесь держит интернет гораздо лучше. Что, что, что еще интересно. Байки. Байк покажу попозже. Свой байк. Сняла априлу 150 кубов. За 6200. Торговалась. Вот. Снижала сумму. Вообще ее в среднем здесь в этом сезоне дают за 7. 7-8. Существует очень много онлайн-чатов, где живут наши люди, которые посоветовать могут абсолютно обо всем. С удовольствием придут на помощь. Вот ко мне сейчас совершенно незнакомый мужчина. Приехал, посмотрел на эту априлу, потому что я не в зуб ногой по поводу байков. Машину еще как-то могу. А скутера, конечно, для меня это закрытая тема. Я не знаю, что у них там должно громыхать, не громыхать. Движок стучит, не стучит. Вот. Он посмотрел, сказал, что вроде неплохая. Вот. За 6200 я сняла. Очень хорошая цена. Мощный байк. Не знаю. Вот теперь сейчас сижу, сомневаюсь. Ну, нужно ли мне было брать такой мощный. Но, честно говоря, пометуя об опыте в Бангкоке. Кстати, у меня очень много видео из наших путешествий по Таиланду. И там про байки, и про нетуристические места, и про закоулки, и про террористов, и про маджахедов. Короче, очень интересное видео. Смотрите у меня на канале, прям в папочке, в плейлисте Таиланд. В Таиланде, помятую о том, что мне приходилось периодически подыматься пешком в горы, так как наша маленькая машинка нас двоих не тащила вверх. И страдающим человеком была всегда я. Я решила взять сразу байк помощнее, потому что, в принципе, планирую покататься по ГАА. Я уж не знаю, насколько тут можно выезжать куда-то дальше местности. Ну, это я уточню позже. Но, в принципе, для меня расстояние не проблема. Ну, собственно, вы это и так знаете, если сидите на моем канале и видите мои путешествия. Итак, взяла я байк получше, значит, сделала круговое видео. Кстати, по поводу трафика, по поводу вождения, это жесть. Здесь совершенно противоположное направление движения, чем у нас Россия. Вот, к этому надо быть готовым. Надо быть готовым в принципе. Вот, в принципе, вот если вот так брать. Вот сейчас у нас была авария, мы на машине, моя знакомая сняла машину здесь. И ее царапнули по правому боку. Но, если честно, то мы были припаркованы. И мы, по идее, должны были пропустить весь транспорт. И потом, только убедившись в том, что дорога свободна, отпарковываются. Ну, вроде как она смотрела. Короче, нас индус там слегка царапнул. У нас не очень сильно. А у него, конечно, там сильно незамятина. Пытался убежать, мы его догнали. Вот. Как это происходит дальше? Просто берется его телефон, проверяется, правильно ли... Ну, то есть, звонишь ему, если он отвечает. И, вроде как, потом индус-индус начинает разбираться, кто кому что должен. И ты как-то в стороне остаешься. Вот. Но не знаю, честно говоря, как это реально в жизни реализуется. Для меня, вообще, это немножко странно. Я не уверена, что существуют какие-то страховки на эти машины. На байк, например, вот на то, что я взяла. Поэтому тут немножко такая темная тема. В принципе, я не против заплатить страховку. Такую, да. И быть более, как так скажем, более спокойно относительно всяких. Аварий. Ну, вроде, наша страховка, по-моему, у нас подразумевает, что мы можем вред третьим лицам. Но я не в курсе. Не очень, честно говоря, в теме. Ну, и вот мы тут... Подруга предложила мне перенести наше занятие в кафешечку. Это, конечно, смешно. Ни о каких занятиях в кафешечке рядом с морем идти речи. Вообще, это просто ни о чем, да. Она просто в первый раз сорвала ребенка с обучения и не совсем понимает уровень того напряжения, которое на самом деле требует обучения дома. Ну, первый день. С четверга у нас начинаются уже более-менее серьезные занятия. Пока у нас еще есть запас прочности, мы можем немножко еще потянуть. Вот. Но в четверг мы уже начинаем заниматься. И я думаю, что уже у нас устаканится какой-то график. И хотелось бы попрактиковать тут и йогу, и массажи поделать. Для этого надо быть четко в графике, а не вставать, как мы сегодня, в 12 часов дня. Ну, вот мы дождались заката. И пришли на Sunset Market Arambol. Вот такие вот интересные всевозможные поделочки, handmade штучки здесь продаются. Вкусняшечки. Все это работает на закате. И продолжает, вот у кого подсветочка есть, и продолжает работать после заката. О, кстати, клевые открыточки. Почем ваши открытки? Сно. С отправкой. Хорошо. Вот почтовый ящик, видите? С отправкой. Дойдет? Дойдет. Вот, мы отправляем. В России тоже дойдет? Конечно. О, отлично. Вот, кстати, можно проводить будет розыгрыш открыток. Очень много всего супер сумасшедшего. Красоты, неописуемой. Посмотрите, какая прелесть. Не знаю, насколько это все реально. Товарищ Йог. Да тут подглядывают. Весь мир за вами подглядывает. Можно вот узнать очень многое о себе. Вот, кстати, бабушка нам говорила купить такую штуку. Сейчас мы ее видим в действии. Все другого. Мы просто не этим занимались, поэтому... А, ну, ты, наверное, в блокфлейте занялся? Да. Это совсем другой инструмент, да? Другое, да? Ну, как бы, на него проще играть, чем на блокфлейте. И он, звучит бархатно. Там много, чем блокфлей. Вот блокфлейте у меня есть. Да, у нас, вот прям как у нас. Да, блокфлейте. Вот она, вот тут дырок очень много, во-первых. И она пескуня. Смотрите. Какая прелесть. Продолжение следует. Смотрите, какая вещь. Нет, нет языка. Скажи, я бы в снос спал, спал все время с нами. Очень важно. Сейчас, сейчас я, он очень играет. Сейчас, сейчас, сейчас. Где Рома? Не знаю. Я тебя видел, в чате, в контакте. Ну что, давайте. Ну что, у тебя буквально дурчатый, да? Есть путеводитель, проводник, он обязательно поставит. У меня очень хорошее впечатление. У меня второй год хорошее впечатление. У меня всегда хорошее впечатление. Сейчас у меня всегда очень встал. Так, я хочу записать. Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю!